Здравствуйте, друзья! Представьте человека. Он проживает обычную жизнь, работает, создаёт семью, рождает детей, накапливает какой-то капитал, и все свои финансы он жертвует на благо церкви. Правильно он сделал или нет? Я думаю, что он имел право на любое решение. Но, к сожалению, такую волю отца не приняли его дети. И в возрасте 86 лет они просто-напросто выгнали отца на улицу. Друзья, если вам интересно дослушать эту историю, а также вам нравится видео подобного толка, пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы уведомление о моем новом выпуске приходило к вам. Ну и, конечно, пишите комментарии. Но старичок не пропал на улице города. Он стал собирать пожертвования. Накапливал 9 лет, а потом сам, не привлекая внимания, жертвовал 25 тысяч долларов на храм, который проводил практически всё время. Жил дедушка Добре на пенсию, которую платило государству. Себе он ничего не забирал из пожертвований. Часто накупит сладости и угощает окружавших его детей. О том, что дедушка Добре пожертвовал огромную сумму на храм, поведал миру журналист, который снимал фильм о соборе святого Александра Невского. И с тех пор молва о болгарском святом разлетелась по всему свету. Но дедушке не нравилась вся эта шумиха вокруг его личности, и он скромно прятался от объектива камер и журналистов. Добре радовался тому, что теперь его полицейские не гоняют с площади у храма. А также таксисты подвозили дедушку из родного села Байлова в Софию бесплатно. Оказалось, пожертвование собору Александра Невского было не единственным. И в 2005 году он подарил крупную сумму церкви Кирилла и Мефодия в родном селе. В 2007 дал 25 левов на реставрацию и ремонт монастыря в селе Горно-Камарцы. В 2008 дал денег на ремонт церкви в Колофере. Но, наверное, человек, который мог позволить жертвовать такие огромные суммы на благо церкви, он жил сам, наверное, в очень хороших условиях. Но опять мы не угадали. После того, как сыновья выгнали дедулю на улицу, его приютила церковь в родном селе Байлова. Вот мне интересно, как чувствовали себя сыновья, зная о том, что их отец живет практически у чужих людей. Все же дочь добре ходила к старику и старалась помочь, чем могла. Питался дедушка скудно. Овощи и фруктовы составляли в основном его рацион. Пенсия у него небольшая была. Если переводить на наши деньги, то это примерно 7 тысяч рублей. Умывался дедушка в роднике неподалеку от того места, где жил. Сам стирал, сам обеспечивал свой быт. Дедушка узнал, что в женском монастыре и детском доме неподалеку грозят отключить свет, так как накопился долг за электричество. Сестры были в отчаянии. Они пытались привлечь фонды и благодетели, но никто не соглашался. На пороге появился старичок в лохмотьях, который в конечном итоге полностью оплатил долг монастыря и детского дома. Также старец помогал своим нуждающимся односельчанам. Дедушка не хотел популярности, не искал благодарности. Наоборот, добре прятался от камер и стеснялся журналистам. Почему жертвовал именно на храмы? Он говорил, дарить храму значит дарить грядущим поколениям, вкладывать светлое благочестивое будущее в умножение человеколюбия. Он понимал, что храм – это островок утешения в сложном и эгоистичном мире. Добре уважал людей и не держал в душе никакого зла. Понимал, что мир вокруг эгоистичным, но не отчаивался, а подавал пример своей бескорыстностью. Бог отмерил этому человеку длинную жизнь в 104 года. К сожалению, в 2018 году, 13 февраля, дедушка Добре покинул наш мир. Друзья, если вам нравится видео подобного толка, то я могу обрадовать вас, что они у меня есть, и я буду дальше продолжать их снимать. Ссылочки на подобные видео я оставлю в описании. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки и, конечно, комментируйте, слышали ли вы о дедушке Добре что-либо раньше. Всего хорошего, друзья! Доброй вам недели!